Футбольный клуб «Славия Мозырь» расстался с защитником Русланом Ходоркевичем и украинским полузащитником Редваном Мемешевым. Пока черно-красные проводят кадровые изменения в составе, футбольный клуб «Гомель» готовится к матчу 15-го тура. Подопечный Алексей Меркулова отправится в гости к столичному «Торпедо». Встреча пройдет 13 июля начала поединка в 17.00. Напомню, игры «Мозырской слави» 15 и 16 тура перенесены на более поздний срок в связи с участием 11 июля «Витебска» и 18 июля «Минского Динамо» в матчах первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. В эти выходные пройдут очередные матчи Первой Лиги Чемпионата Беларуси. В 14-м туре «Гомельский локомотив» встретится с футбольным клубом «Слоним-2017». Стартовый свисток прозвучит в 17.30. Другие представители области проведут поединки в гостях. Светлогорский химик отправится к футбольному клубу «Барановичи». Ричицкий спутник – к НФК «Крумкачи». В гандбольном клубе «Гомель» кадровые изменения. Двухлетний контракт с гомельчанами подписал Владимир Корсак. В прошлом сезоне 22-летний вратарь защищал ворота БГК имени Мешкова. В составе «Южан» он заменит Игоря Черникова, который вместе с Виталием Кислюком перешел в российское «Динамо Виктор». Гомельчанка Ольга Силкина победила в открытых рейтинговых соревнованиях по пятиборью «Беларусь Оупен». В турнире участвовали сильнейшие спортсмены из 22 стран мира. Однако белорусски не было равных. В ее активе было 1328 очков, которые обеспечили ей первое место и золотую медаль. Серебро досталось представительнице Литвы – бронза спортсменке из Италии. Команда Гомельской области заняла первое место на спартакиаде по стрельбе из лука. В турнире участвовали спортсмены из детско-юношеских спортивных школ 2002 года рождения. В упражнении дуэль первое место занял Артем Малаев, второй – Евгений Смольский. В дуэли «Микс» золото завоевали Даниил Кравченко и Алина Малаева. В олимпийском круге у команды юношей бронза, у девушек серебро. В общекомандном зачете сборная Гомельской области стала первой. На этом пока все с новостями спорта. Вас ознакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4.